Я говорю с Жанной Викторовной? Да. Скажите, пожалуйста, вам сейчас удобно говорить? Понимаете, я директор филиала, я не могу, у меня столько прям времени, вообще прям ни минуты свободного нету. Я директор, я директор, вот так вот. Поздравьте меня, ура, я директор, я стала директором, у-у-у! Я директор филиала, я директор филиала, у-у-у! Поздравьте меня, поздравьте! Я директор, я директор, я директор, я директор! Можем продолжить разговор? Да, конечно. Вам доступны следующие суммы от 143 тысяч рублей до 962 тысяч рублей на срок от 6 месяцев. Вы знаете, я директор, и у меня в месяц зарплата 300 тысяч. Я директор, и у меня зарплата 300 тысяч. Зачем мне какой-то кредит? Я директор, я директор, у меня зарплата 300 тысяч. Я директор, я директор, я директор. Поздравьте, поздравьте меня, я директор. Я вас уже поздравила. Еще раз вас поздравляю, Жанна Викторовна. Я просто сейчас ни о чем не могу думать, потому что я директор. Поняла, Жанна Викторовна. Спасибо за то, что уделили мне время. И всего вам доброго. До свидания. Спасибо нашим подписчикам на Boost. Если вы хотите увидеть свое имя в этом списке, подписывайтесь на Boost. Ссылка в описании этого и любого другого ролика. Поехали. Алло. Николай Александрович, здравствуйте. Ну, наконец-то. Здравствуйте. Такси? Замучился ждать. Нет. Не такси и онлайн-сервис Buster. Меня зовут Светлана Николаевна. Специалист отдела по работе при ТНГ. Вы обращаете Buster. Вы к нам обращение оставляли на электронную почту, что вынужден в Центральный банк обращаться. Все верно? Я вынужден в Центральный банк. Ну да, есть такое дело. Зуб так у меня такой острый на все это. Вашу. А что вы звоните? Не хотите, чтобы обращался? Нет. Хотели просто выяснить, что у вас нет ни одной дополнительной услуги. А по какой причине ты решили обратиться в Центральный банк? Жалобу написать. Да, я в ФССП. На что? Мне подсказали умные люди. В ФССП надо на вас обращаться, а не в Центральный банк. Так, хорошо. А на что вы будете в ФССП тогда обращаться? Да, жаловаться буду на все микрофинансовые организации. Так, а на что именно жаловаться будете? Ну, вот вам придет запрос, и вы же будете там потом решать. Правомерно и пожаловаться, или может быть, есть смысл вам со мной на мировую пойти. Ну, вы же сейчас даже не озвучиваете, на что вы будете жаловаться. Как мы можем сейчас с вами прийти к какому-то единому решению? А, нечего нарушать. По факту у меня есть зафиксировано нарушение с вашей стороны. Да и все. Какое именно? Ну, какое именно. Какое совершили нарушение, то я и зафиксировал. В следующий раз своих сотрудников уму-разуму учите. 230-й федеральный закон, пусть учат внимательно. 52-й федеральный закон, пусть учат внимательно. Вот. Так, а при чем здесь дополнительные услуги? Вы нам писали про дополнительные услуги вообще. Я вам писал про дополнительные услуги. Как вы там называетесь? Бустро? Бустро. У меня у вас займ есть? Микрофинансовая организация. Был один в 23-м году. О, это кто-то звонит. Такси приехало. Сейчас, будьте на связи, сейчас с вами закончу. Хорошо. А, я вспомнил, да, вы. Алло. Да, да, я вас слушаю. Дело творили. Просто у меня сейчас у сестры с вами взаимоотношения. Писать-то я буду, но подписывать будет сестра моя. Ну, смотрите, в любом случае, как бы насчет вашей сестры мы вам не сможем никакую информацию сейчас предоставить. А что была за ремарочка в любом случае? Что это значит, по-вашему, вот эта вот бессмысленная формулировка или фраза в любом случае? Что, как она может в контексте нашего с вами диалога быть уместной? Что в любом случае? Я вам не смогу информацию предоставить. Ну, вы сказали, это из ваших уст прозвучало. Прежде чем вы что-то начали там в ответ мне говорить, вы произнесли, в любом случае. Это что значит? Тут вообще вот как это можно, вот эту фразу разместить, вот этот пазл. Он вообще, по-моему, с другой коробки. Здравствуйте, друзья. Я вас всех приветствую. С вами Дмитрий Кузнецов. Я очень-очень рад, что наши встречи носят такой вот регулярный характер. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, кто-то сказал. Это они до такой степени чувствуют, что я здороваюсь со своими любимыми... Еду я по выбоинам, из выбоин я не выйду. И что они тоже здороваются со мной. В общем, здрасте, друзья. Как вы понимаете, вы на канале Компания Алям. Вашему вниманию шоу на YouTube, в ВК. Я не знаю, где вы смотрите. Опять с YouTube что-то происходит, нездоровые какие-то движения. Будьте добры, в ВК ныряйте. Подписывайтесь в ВК. Но это важно. В телегу подписывайтесь. В TikTok. В телеге вот все срочные какие-то известия мы выкладываем. Выкладываем блокернут YouTube. Но мы особо, как говорится, не сын в трусын. Все соберемся в ВК. Ну да. В ВК немножко, скажем так, ромают алгоритмы. Но Москва не сразу строилась. 30 лет. Страна жила без суверенитета. Сейчас будем в этом смысле наверстывать. Кстати, на Boosty мы есть. И там я про суверенитет отдельный цикл намерен снять. У меня уже материал готов. Осталось только записать и будем потихонечку выкладывать. Там уже на Boosty очень много всего интересного. Поэтому ныряйте на Boosty. Ссылка в описании ролика. Подписывайтесь на Boosty. Почему уже и нет. А как по-другому, ребят? В смысле, конечно, можно по-другому. Если там 200 рублей жалко. Но если вы хотите все-таки знать поближе, побольше про меня, про Кузнецова. Посмотреть, как говорится, live content. Как я другой бизнес веду. Только недавно начал. И может быть повторить за мной и получить результат. Ссылка в описании. Уважаемый должник. По вашему адресу был осуществлен выезд сотрудника взыскания. По итогам собранной информации рассматриваются вопросы перспективы. Обращение в судебные органы. 8-800. Как я в таких случаях? Да не пизди-ка ты гвозди-ка. Но это я живому говорю. А вот роботу. Ну что хочется сказать? Задать вопрос. Какие вы собрали данные, которые вам помогают принять решение подать в суд или не подать? Тем более вы не застали человека дома. Я уже несколько раз комментировал этого автоинформатора. Даже предположение выдвигал, зачем это все существует. Ну такой абсурд. Посмотрите, вот у нас есть же в роликах «Часто наверняка найдете». Алло. Светлана Михайловна. Это вы? Хочу поговорить с оператором. Хорошо, перевожу звонок на старшего специалиста. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Сейчас нас ждет старший. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Светлана Михайловна, вам знакома? Знакома. Это организация ООО «Подкалок С». Меня зовут Рудинец Ангелина Юрьевна. Удаляю вас о запчиках разговоров. Валентина Юрьевна, да, вот зовут, правильно? Ангелина Юрьевна. Ангелина. Энджел. Да, верно. Энджел. А, слушаю. А Рова Светлана Михайловна указала ваш номер телефона как контакт на начале с ней. Вы кем приходите? Вы ей, я объясняю. Вы ей позвонили, и она увидела нежелательный номер. И по нашей рекомендации, передворительно настроив переадресацию, нажала сброс. Но сброс не происходит, так как работает переадресация, а идет вызов на нас. Вы ничего не слышите такого, что обозначало бы сброс. Наберитесь терпения. Гудки слышите, а потом соединяется со мной. Ну или с любым другим юристом нашей организации, да. И, соответственно... А что это за организация? Компания Альян. Правозащитная организация. Компания Альян. Вы недавно работаете, да. Не знаете компанию Альян. Два Л, внутри слова, в конце М. Михаил Альян. Ведущий юридический оператор на территории нашей с вами великой, могучей страны. Под названием Россия. Надеюсь, вы из России звоните. И по какому вопросу будет? Что по какому вопросу будет? Ну я за Низдану Михайловну. Вы ей можете передать, чтобы она нам перезвонила? Нет, а вы же ей позвонили, девушка, как его, Ангелина-то. Забыл отчество. Да, меня зовут Ангелина Юрьевна. Я понимаю, что я ей позвонила, но слышу я вас. А я же даже объяснил. Юридического оператора, правильно? Ведущий юридический оператор правозащитной организации АЛЯМ. АЛЯМ, верно? Совершенно верно. Хорошо, дальше слушаю. Что хотите услышать? А, вспомнил, вспомнил. Я хотела звонить до Светланы Михайловны. А я вам объясняю, она увидела, смотрит, нежелательный звонок. Наверняка коллектор или какая-нибудь имфошка. Ну, нежелательные звонки. По нашей рекомендации, всем нашим клиентам мы рекомендуем не вступать в устные переговоры и прекратить все финансовые взаимоотношения со своими кредиторами, а уж коллекторов вообще игнорировать. Так как их работа не несет под собой никакого ни социального, ни юридического фундамента. Рассчитано только, извините за сленг, на мозгоклюйство. А если официальным языком, на попытки психологически надавить на клиента. Поэтому она сбросила, переадресация сработала, вы попали на нас, она перед этим же настроила, на наши телефоны и на одного из наших юристов. Вот, в общем-то, все так просто. Я так понимаю, Светлану Михайловну я не услышу. Не все так грустно, да. Раз вы какие-то такие простые вещи начинаете понимать. Это очень похвально. Затрагивать мою личность, может быть, не стоит? Что вы против собственной личности? И вы тоже пытаетесь сейчас на меня психологически надавить. Да, бог с вами. И меня что-то неправильно понимаю сейчас. Судя по тому, что вы работаете на этой работе, то, что я слышу фоном, вы очень много в этой жизни вообще не понимаете. Не то, что там какие-то варианты правильно-неправильно. Вообще. А сейчас мою личность мы каким боком затрагиваем? Как это касается, я просто отвечаю на ваши вопросы. Зачем вы сейчас затрагиваете мою личность, мою работу? Простите, пожалуйста. Ангелина как-то на сочиство. Вы задаете вопросы. Я отвечаю на них ровно так, как считаю нужным. Если вам не нравятся те ответы, которые вы слышите, тогда уж, когда задаете вопросы, будьте готовы, что человек имеет действительно возможность, тем более в моем случае желание, отвечать так, как ему заблагорассудится. Ну, либо не задавайте вопросы, если у вас ограниченный круг. Ну, тоже следующий раз, пожалуйста, подумайте над ответом. Для ответа. Тогда вы заговорите за полным человеком. Конечно, я думаю. Я тщательно, тщательно обдумываю каждое свое слово. И если понимаю, что у меня коллектор на проводе, то я, конечно же, буду делать все максимально возможное, чтобы уколоть побольнее. Ну, интеллигентно. Вы же девушка, ёпть. Вот это юристы, да, ёпть, скажем. Тем более вам хорошо. Как я могу ломать кайф такой девушке? Простите, удовольствие. Хорошо, я вас услышала. Светлана Михайловна, я так не понимаю, не услышусь сегодня. Так что всего доброго, до свидания. Че, еще забыли? Привет, коллегам. Скажите, чтобы вы такими громкими были. Всё равно их работа бесполезна. Обязательно передам. Всего доброго, до свидания. В случае клиентов компании Алиэн. Без полезно. Обязательно передам. Да, только не забудьте. Обязательно передам. Всего доброго, до свидания. Только не забудьте, пожалуйста. До свидания. Кстати, и ваша работа тоже бесполезна. Мы в их сторону сейчас подарочек запустим. Дероньку. Он уже полетел. Здравствуйте. Здрасте. Профессиональная коллекция организации Верезда будет пригласить на ровно... Прерывается, прерывается. Еще раз, будьте добры. Что, кто вы? Профессиональная коллекция организации Верезда будет пригласить к телефону Светлана Михайловна. Я не услышал, как вас зовут. Инспектор Каратеева Алина Николаевна, информирую вас о записи разговора. Светлана Михайловна к телефону пригласить или нет? А, так она в другом. Кто она вам является? Кем является она? Ну как она может быть в другом городе, если данный номер телефона указан, как ее лично-контактный? Она неоднократно на основе, ранее с ней общались по этому номеру телефона. Ну, как давно вы с ней общались по этому номеру телефона? Неоднократно еще ко всему прочему. Ну, как давно у вас номер телефона находится в пользовании? Давайте я вам все объясню. Я надеюсь, что вы такие простые вещи понимаете. хоть вы и профессиональный коллекторский инспектор. Смотрите, я представитель компании «Алям». Это ведущий юридический оператор на территории нашей страны. И я уверен, вы знаете про эту компанию. Так вот. Так что? Ну, всё, я понял, что знаете. Она настроила переадресацию. Живёт она в другом городе. Совершенно реально. И вы можете на нас переадресацию настроить. Ну, значит, если она установила на вас переадресацию, извините, я вас перебью, значит, проинформируйте Светлану Михайловну, чтобы она в ближайшие сроки с нами связалась. Так что её дело в судебный порядок. Судебный порядок, это очень хорошо. Мы призываем... Дух судебный порядок. На данное время ей дают возможность урегулировать вопрос добровольно. Понимаете, нет такого порядка. И вывести невозможно. Номер телефона записать удобно вам в нашей организации? Ну, кто не знает Эверест? Ну, что? Номер телефона нашей организации вам удобно записать или нет? Так все его знают, этот Эверест. Только туда никто звонить не будет. Ну, так продиктуйте, если вы знаете номер телефона. А у меня там где-то на доске. Ну, если в ближайшее время Светлана Михайловна не выйдет на связь дальнейшего, может быть уже по месту её регистрации для проведения личностей и переговоров. Мы прям призываем, приезжайте, приезжайте. Плейлист видео с коллекторами. Приезжайте, посмотрите. А точнее, убедитесь. А точнее, даже нет. Короче, приезжайте. Ребята, все, кому приезжают, а не только Эверест, снимайте на видео и отправляйте нам. Мы будем очень-очень рады. А я продолжу про то, что приехали, не застали, собрали информацию. И эта информация теперь даёт им повод обратиться в суд или принять решение обращаться, либо не обращаться. А что за информацию они собрали? У человека нет дома. Порядок ли в парадной, в подъезде, да? Во дворе целы ли стёкла в подъездах, в окнах? Какие магазины вокруг? А может быть, это частный сектор? Есть ли собака у человека во дворе? Чем он её кормит или не кормит? Совсем она злая, их покусала. Что вы там собрали? Какую информацию, когда человек отсутствовал? Знаете, мы в курсе, что никто никуда не приезжал. А это лишь попытка психологически надавить. Ещё большие секреты вам открою. Мы знаем, что вы звоните не клиенту вашему и нашему, естественно, а его окружению. То есть задолбать, заклевать мозги. Вот основная причина того, чтобы через автоинформаторов звонить, окружению звонить. Ну, конечно же, и самим клиентам, но лучше ваша мечта розовая. Попасть на бабушку какую-нибудь там или соседку какую-нибудь невменяемую. Ну, или ещё на кого-нибудь из окружения. На того человека, который в итоге пойдёт и точно так же начнёт клевать мозги. Как меня заколебали ваши звонки. Там ты набрал микрозаймов. Ба-ба-ба. Мухрю, мухрю. Сделать что-нибудь, чтобы мне не звонили. Что же сделать-то? Что же сделать? Кто-то ничего умнее не придумает, как пойти и заплатить. Кто-то ещё там думает, что надо сейчас позвонить вам в фошку и начать кричать на них. Да нет, ребят. Принцип права в нашей стране носит заявительный характер. Если вы молчите, значит, вы со всем согласны. Нужно как минимум написать официальный документ. Вот как вариант запретить взаимодействовать с третьими лицами. Они вообще в законном формате имеют право взаимодействовать только с теми людьми, номера телефонов, чьи вы указали. И при том, при всём, получив прямой запрет на взаимодействие с ними, от них же, от этих вот людей, они не имеют права дальше продолжать взаимодействовать. А если они это будут делать, тогда нужно писать жалобы по ССП. Плейлист «Что делать, если…» Здравствуйте. О, здрасте, здрасте, слушаю. Бочкарёва, Татьяна Викторовна, да? Павел Павлович, верно? Простите, не услышал. Вас зовут Бочкарёва, Татьяна… Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна Бочкарёва. Да. Да, я, Пал Палыч. Звоним по вопросу о вашей задолженности в микрофинансовой компании «Четыриди» и «Пять кредит». Да. 55 дней находишься на просрочке. 65 уже. 59 тысяч 750 рублей 71 копейка. Требование вашей взаимодействия – внести оплату до конца текущего месяца, до 31 июля. Оплата поступает от вас? Да, слушайте, прям интрига. Мне же вот вы начали звонить буквально там через, по-моему, чуть меньше 30 дней, как эти просрочки. Вот в том месяце говорили, сейчас опять в новом месяце, говорит, до конца месяца. А ничего не меняется? Наш договор, ваш договор у нас в работе находится 4 дня. А, а по какой компании, простите, по какой? А что, вас столько много? У кого есть хотя бы одна микрофинансовая организация, хотя бы одна микрофинансовая организация, если есть, то это точно недолго длится. Я в начале разговора вам озвучила сумму задолженности. Я просто, у меня их 14, у этих микрозаймов. 14, и по всем Эверест звонит. Микрофинансовая компания, 4,9,5,9. А, эти? А, ну понял. Не, вы просто мне, вы так же, у вас в работе есть по быстроденьги у меня, там еще по какой-то, тоже, по-моему, Эверест тоже мне названивает. Тоже так же, все время вы одно и то же говорите. Мне странно, как вот у вас, почему вы думаете, что это должно работать? Так, нет, вы одинаково говорите. Я аж не перекладываю ответственность на ваш, на вас содействие ваших сотрудников. Хорошо, а как вам должны, подождите, а как вам должны неодинаково говорить? Если есть четкие требования, которые вам оставляет ваша своем адапт, то вы обязаны исправить. Да я все понимаю, что у вас это. Естественно, если вы сами понимаете, что у вас 11 микрофинансовых компаний, по каждому будет... 14, по которому Эверест звонит, а вообще 27. А вообще 27. Вы не Эверест-то должны. Я знаю. Вы Эверест-то ведет переговоры. Нет, я просто вас поправил. Вы говорите 11, я говорю 14. Это те, которыми Эверест занимаются. Я просто знаю, как все у вас устроено. Вы не осуществляетесь, что у вас огромное количество ИСО? Я не хвалюсь. Где вы услышали интонации такие хвалебные? Я просто констатирую факт безэмоционально. Вы об этом так рассказываете? А что такого? Очень плохо, что вы не исправляетесь. Вы же как раз Эверест, ваша работа. Это все равно, чтобы стоматолог бы удивлялся, если бы к нему заходил человек открывать бы рот. Открывал бы рот, а он бы говорит, вам не стыдно, зачем вы рот открываете, вы к стоматологу пришли. До 31 июля оплата от вас поступает? Да нет, зачем? Я же понимаю, что ничего не произойдет. На каком наставании вы отказываетесь от поглощения дома? Да просто не собираюсь и все платить, да и все. Так же, как по всем этим. А вы считаете, что вашего желания достаточно, да? Достаточно, вы сами подтвердили. У меня же, я же говорю, 14 организация. Я уже дала вопрос, вы считаете, что вашего желания достаточно? Да, 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 я подтверждаю, я так считаю, что моего желания достаточно, и вы ничего изменить не можете. Сегодня в магазин придите, наберите там продуктов питания, на каше скажете, до свидания, я пошел. И так же по своему желанию не оплачьте. Вы это же делаете? Глупая аллегория, это прям совсем такая. Нет, совершенно не глупо. Это то же самое. Вы так не делаете, потому что вы прекрасно понимаете, что ваша обязанность, как покупатель, Что значит, у меня же никакие охранники не скручивают. Так и здесь. Вы заключили договор, компания перед вами обязательства исполнила, вам денежные средства были предоставлены. Сейчас вы, как заемщик, обязаны эти денежные средства вернуть. А, вон как это все работает. Понимаете, обязаны, я подчеркну. Слушайте, а я так... Не померить свои возможности, не по своему желанию. А что сразу они не сказали? Они просто дали, да и все. Они же не сказали, ничего такого. А там же, я читал, вроде написано, что у них право остается обратиться в суд. А что они, это самое, к вам обращаются? Конечно, остается. А что они к вам обращаются? Другой взаимодействий и предитор вправе выбрать путь взыскания просроченной задолженности. Сейчас договор передан в коллекторскую организацию. А зачем нам было в код просто сразу передать, да и все? Ну зачем в параллель постоянно разговариваешься? Ну ладно, ладно, ладно. Параллель. Ну ладно. А, кстати, любопытно, что за слово в параллель? Почему не в перипендикуляр? Такая же бессмыслица. Вы взяли бы... Все вы одно и то же говорите по шкрипту по вашему. Вы сейчас совершенно безответственно относитесь к... Да, 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 подтверждаю. Я вам скажу так, что все долги всегда возвратны за помощь, это раз и навсегда. Вы можете искать миллионы причин оправдания для того, чтобы уклоняться и не оплачивать, но и сход будет в любом случае. Людей, которые по несколько лет ничего не отдают. По несколько лет. Я не знаю, сколько вы лет там не отдаёте, я говорю про конкретный заимств, который был оформлен 25 апреля. Не хотите решать вопрос в добровольном порядке, не хотите оставаться клиентом данной организации? Значит, это два варианта. Либо они договор переступают вашему местному коллекторскому агентству по договору от сети. 380-я статья ГКРФ, знакомы вам? Да, у нас в нашем-то посёлке коллекторов как раз и не хватает местных. А вы в посёлке живёте? Ну, точнее, сейчас да. А что такого? Сейчас, да? А что же вы о смене контактных данных не сообщили компоненты? На каникулы приехал, почему не... Вот, пожалуйста, смотрите, я разговариваю. На каникулы нельзя приехать, что ли, к родителям? Да, прописаны вы по какому адресу? Ой, это секрет. Кто вы такие? Я-то, знаете, я-то не дурачок, я-то же проштудировал всю эту информацию. Я же понимаю, что это только терпилы всякие рассказывают по первому требованию коллекторов и вообще воспринимают коллекторов как какую-то серьёзную структуру. На самом деле я-то к нему к вам отношусь так, как вы слышите. Вы недосконально, я вам скажу так, вы недосконально изучили дело Павла Павловича, раз вы даже не знаете места его прописки. Это что с вами сейчас произошло? Да с вами я вот что? Я прекрасно, так я прекрасно понимаю, с кем я общаюсь. С кем вы? С кем вы? С кем вы сидите? Или вы думаете, что здесь не только глупые люди сидят? Где? У вас там? Отвучьте, мне сейчас место прописки, пожалуйста. Глупые люди сидят. Где сидят? Ни в чём не понимаю. Всё, аргументы закончились, да? Нет, простите, про глупых людей вот вопрос. Вот вы сейчас... Необъясненный отказ от оплаты будет зафиксирован, раз и требование компаний. А где, в каком месте? 4-9-5 кредит не исполняется. 4-9-5 кредит, и что происходит? Вы слышали, да, вот я прокомментировать иногда не удерживаюсь. Я просто, ну, поговорил бы. Вы думаете, у нас тут глупые люди сидят? Передайте Павлу Павловичу бла-бла-бла, а теперь слушаю вместо прописки. Нет, конечно, ты мудрая женщина. Раз считаешь, что просто какой-то голос из трубки, может взять и так сказать, а ну-ка мне передайте информацию, защищённую 152-м федеральным законом, законом о персональных данных. Вот адрес прописки мне. Ещё спросили данные паспорта и... Код от сейфа, блин. Нет, ну, вы думаете, там глупые люди? Да. Да нет. Нет, глупые люди там даже не сидят. Там сидят те, кого даже глупыми побоялись признавать. То, что чем глупые на горшок ходят, вот там вот, знаете, глупые люди. Там сидят те, кого выстрели глупые люди. Вот так. Ну, в Эверест, там Байфинансы, Кредит Экспресс Финанс, что там ещё? Первое коллекторское бюро. Это коллектор, друзья, представители Каламасы. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно. Слушаю вас, кто это? Звонок поступил из Сбербанка. Меня зовут Владислав. Личный код 2629. Александр Владимирович, он мне говорит правильно, понимаю. Александр Владимирович, слушаю вас. Звонок поступил в отношение кредитных обязательств, в частности потребительских кредитов. В частности, потребительских кредитов. Дело в том, что находитесь более двух месяцев на графика в текущий момент. Задолженность суммарно составляет 83 тысячи 11 рублей 84 копейки. В неё входит просроченный основной долг, также штрафы, пение неустойки и просроченные проценты. На текущий момент подскажите, по какой причине находитесь у меня графика? Простите, сколько дней уже? Не понял, что-то сижу в институте. 69 тысяч. А, 60 тысяч. А, мне показалось другая цифра. Ну, причина-то простая, да, наверное, скорее всего, из-за того, что просто не плачу, да и всё. Как думаете? Подойдёт такая причина? Александр Владимирович, дело в том, что на текущий момент банк планирует уже выездные мероприятия. Давайте с вами сразу адрес сферим. Да ничего не поменялось, конечно, милости просим, да. Пожалуйста, приезжайте. Я не понимаю, это вы как, типа меня порадовать или напречь хотите? Или это просто нейтральная информация? По делу что-то есть у вас? Ну, хотите, приезжайте, я же чего-то... В какое время сотрудник может приехать? В какое время он собирается? Слушайте, я не знаю сейчас, когда он собирается. Через неделю, завтра, когда? Банк не сообщает. А там, когда он приезжает... Я не могу сказать, когда я буду дома. Я что же, тут банк свою жизнь заточить должен. Вы что ж такое, вы думаете? Я вам больше скажу. Банк практически не выезжает. Уже давно не приезжает никто. А было бы неплохо. Ох, как мне понравилось. Я посмотрел на одном канале, и у них плейлист видео с коллекторами. Если вы там из СБРа приезжали. Такие ретивые были. Ох, я тоже хочу на видео снять. Приезжайте, я буду. Я сейчас в отпуске сижу дома безвылазно. Как-то вы просто оплаты намерены решать. Нет, вы же интригу внесли. Я все-таки... Давайте так. А сначала вы выполните вот эту вот угрозу, обещание. Не знаю, как угодно. В общем, короче, пускай приедет кто-нибудь. То есть, на текущий момент эта оплата отказываетесь. А правильно вас понимают? Слушайте, вы такое ощущение, что вам там не по себе. Как-то прям... Так же ультиматумы не выдвигаются. Надо поактивнее, поэмоциональнее шансов не оставлять. А то вы попробовали это про выездные, а я среагировал так, как вы не ожидали. И вы потухли. Ну вы чего? Вы знаете, на чем можете рассчитывать? Что мне вас жалко станет, и я тогда, может быть, что-нибудь заплачу. Ну давайте, дайте мне свой телефон. Я вам так скину на чупа-чупсы. Будете дегустировать. Купите штук 10 разных в магазинах. И будете ходить и дегустировать эти сосательные конфеты. Тем более, вам, я думаю, не привыкать. Александр Владимирович, вы померене опаду носите. Ну я же сказал. Только после переезда. И то подумаю, кто там. Если приедет, просто прочитает или сунет какой-то буклетик, тогда маловероятно. Если хороший контент получится мне снять, чтобы я отправил там на какой-нибудь канал. Знаете, вон есть канал компании Алям. Ух, там вообще отмораживают ребята. Тогда, может быть, просто персонально я там вот там фуцуну закину, там рубать другой. Хорошо, я вас слышал в таком случае. Договорились, короче, да? Все, да. Передайте, что пускай по-артистичнее кого-нибудь назначат для приезда. Здравствуйте. Здрасте. Знока из сервиса займов Е-Капуста. А. Ой, Карат НТ-Финанс, Фирч, Евгений Андреевич, вьется запись. Светлана Михайловна, можете пригласить телефона? Нет, Евгений Андреевич, Светлана Михайловна со своими кредиторами по нашей рекомендации не разговаривает. Исключила устный формат общения полностью. Хорошо, тогда все, до права, до свидания. И вам не кашлять. Ну ладно, друзья, такая концовочка с Е-Капустой. Е-Капуста Марку держит в хорошем смысле слова, без сарказма. Но иногда, конечно, попадаются невыдержанные персоны, которые начинают там эмоции свои проявлять и пытаться спорить в Е-Капусте. Во всех остальных мы слышали сегодня. Там это здравствуйте. Ну, это со Сбера немножко, конечно, ошалевшие. Что со мной происходит? Я в Сбере. Где я и где они? Да, я тут целый Сбер представляю. Со мной разговаривают, как с дурачком. Нет, так с тобой разговаривать с дурачком, как с дурачком, потому что ты дурачок. Другого объяснения нельзя подыскать человеку, который принял решение добровольно, в любом случае это добровольно решение было принято, пойти в отдел по возврату просроченной задолженности. Или как они себя называют, отдел взыскания просроченной задолженности взысканной говорящей головы. Значит, сказал про бусте вначале, сказал про ресурсы, призываю ВКонтакте подписываться, чтобы не потеряться. Ну и еще то, что не сказал, это на зоне, у нас есть кое-какая интересная одежонка, заходите, ссылка в описании ролика, брендованная, мерчи это называется, мерчи от компании, кто не в курсе, вот имейте в виду, а кто в курсе, тут уже в любом случае купил. Если нужна бесплатная консультация по поводу списания долгов, банкротства, какие-то разовые документы, заявления, отмены, возражения и так далее, ссылка для бесплатной консультации в описании любого другого ролика для всех регионов нашей страны. Ну, да, теперь все, я с вами со всеми уже до завтра прощаюсь, или еще до завтра, ну, короче, мы завтра увидимся. ВК в 6 выходит по московскому времени на ютюбе 18.00. Счастья, здоровья, финансового благополучия вам, друзья, и вашим близким. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова